Когда Грузия голосовала за Свиадоком Сахудзе, она голосовала за антисоветский выбор, за приход из империи зла, за очень популярного, пользующегося громадным авторитетом диссидента, тем более сына классика Константина Камсахудзе. Более того, Свиад ведь понимал, что он не знает это, и не снов. Хороший правозащитник, не всегда хороший президент, он отказывался, так к нему стали приходить даже КГБшники и просить, пожалуйста, согласитесь баллотироваться в президенты, а то кто-нибудь другой придет в власть и нас всех перевешивает. И он согласился, потому что действительно не было другой кандидатуры, которая могла консультировать страну. Ну и, конечно, получилось все как всегда. Фейса Матейбл. Я говорил со свидетелями этой эпохи, потому что мы сами все видели, это было на наших глазах, который был послом Грузии в то время, когда у нас были дипломатические отношения с Грузией. Не забывайте, что у нас их сейчас нет. Он очень хорошо относился к Свиаду, к нему вообще очень хорошо относились люди, ненавидящие Советский Союз. Но он сказал, что нужны какие-то экономические навыки. Первым делом Свиад не стал проводить реформы, те гайдаровские реформы, которые прошли в России, потому что ему было жалко народ. Он боялся, что народ проголодается. Вот, естественно, продуктов не осталось. Потому что Гайдар не побоялся, он сделал то, что надо. А Свиад не мог, просто не мог. И, во-вторых, Свиад был законченным идеалистом, не дожидаясь пока Россия установит ему экономическую блокаду, он сам отказался брать имперские продукты. А также решил разорить Россию, разорвать все валютные связи, все денежные связи. В общем, в экономике они запутались окончательно. Я знаю депутатов его парламента. Они были музыкантами, они были филологами, они были писателями. Мой друг Тенгиз Чичава, он профессор консерватории. Но среди них вообще экономистов не было. Они не знали, откуда это все берется. И, во-первых, они оказались на мели. Потом они поссорились с частью интеллигенции, крупной такой интеллигенции промосковской, которая привыкла проводить время в Москве. А он им сказал, не надо ездить в столицу враждебного государства, сидите дома, воспитывайте народ. Ну и, соответственно, это ссора с Мирабом Мамардашмили. И его потом обвинили в смерти Мираба. Хотя он ничего с ним плохого не делал. Тот умер совершенно свободно на трапе самолета. Видите ли, политика с Виадомом Сахурди разорвала ему сердце. Это чушь полная. И, главное, они не умели защищаться. Что было бы с Россией, если бы Ельцин отказался подавлять путь в 93-м году? Вот это как раз в Грузии случилось. У Звяда было очень много противников из силовых структур. То есть он был, в общем-то, в положении даже хуже, чем Михаил Саакашвили. Но тот прошел некоторую школу в Шеварнадзе, учился в Штатах. Он знал эту науку. У него были хорошие экономисты, такие типа тех, кто потом проводил реформы в Грузии. У Звяда не было ничего. Этого и главное у него, как у правозащитника, абсолютно не было желания или психологической готовности с кем-то что-то делать. Страна вышла из повиновения. Джаба и Астриани со своими мхедриони, то есть Антон Макутами, совершенно без спросу начал, по сути дела, войну с Нужной Осетией. Потом против Звяда шла война с самого начала у него. Создавалась ситуация гражданской войны с Абхазией. Россия подбрасывала в этот огонь, в этот костер полежки. Когда Звяда Мусахудзе отказался защищаться и сказал, что будет своих врагов забрасывать цветами, от него окончательно ушла армия, потому что армия поняла, что они тоже станут жертвами с тенгизом китований во главе. В результате получилось совсем плохо, потому что Звяда решил, что он мешает всем, что он уйдет и тогда страна успокоится и не прольется кровь. А вышло наоборот. Началась шуткая гражданская война, я видела, что осталось от проспекта Руставерия. Люди довольно быстро поняли, кого они потеряли в добром Звяде, который готов был дать статус конфедерации в Абхазии. А Шеварнадзе полез туда с военными действиями. А в Южной Осетии, так называемый Самочабло, сначала осетины грузин в котлах варили, а потом грузины осетин живьем. Правозащитник здесь ничего не мог делать. Да, он пошел бы теклом в Тхимбал, чтобы марш такой мира. Но, увы, такие вещи уже не действовали. Здесь бы и Папа Римский, которого сейчас причисляют к лице святых, бы не помог. К слову, ситуация полностью вышла из-под контроля. И этот же сценарий, который помог убрать Звиада и отдать в руки Шеварнадзе Грузию, потому что считалось, что Шеварнадзе, он свой, он советский. Никто не ожидал, что Шеварнадзе тоже откажется подчиняться Москве в какой-то степени. И вот этот сценарий, его пытались применить к Михаилу Сакашвили. Много раз. Тот же сценарий. Инсценировать народное возмущение, захватить парламент, что тогда при Звиаде удалось, создать ситуацию хаоса, ввести в российские войска. Помните, как это все в Грузии произошло? Информация была, что наши войска не вмешиваются в гражданскую войну. Они просто стерегут железнодорожные пути. А на самом деле это было первое вмешательство. Чечня была следующей. А в гражданскую войну в Грузии вмешались российские войска, бывшие советские. В общем, они как были советскими, так и сейчас не остались. Они вмешались на стороне реакционных сил. Когда народ похватился и армия Грузии стала побеждать шварнации, его силовые структуры, тогда Москва сказала свое веское слово. И ситуация на много лет погрузилась в хаос, в диктатуру, в нищету, в голод, в гражданскую войну. Пока не произошла революция РОС. Но с Михаилом Закашевым это не получилось. Да и народ многому научился за ту первую гражданскую войну и поддержал человека, который повел его путем реформы. Западным путем. Каха-Бендутидзе, это, в общем, ведь грузинский вариант гайдаровских реформ. И на этот раз никто не боялся того, что народ изголодается. И реформы были проведены совершенно правильно. Продолжение следует...